Туда и обратно и так пять раз. Правильно переходить дорогу школьников учат на одном из самых оживленных перекрестков города. Совместная акция журнала «Антенна Телесемь» и Саратовской автоинспекции приурочена к началу учебного года. В каком случае пешеходу можно продолжать движение на желтый сигнал? За правильный ответ полезный подарок. Плакат с расписанием уроков и памяткой о правилах дорожного движения. Самым сложным для детей оказался вопрос о мобильном телефоне. Можно ли звонить при переходе через дорогу или нет, многие первоклассники не знают. Подсказывать приходится юным помощникам автоинспекторов. У меня один раз друг, я его буквально спас. Он разговаривал с мамой по телефону. Он хотел пойти на красный метр, а я его остановил. Как утверждают сотрудники полиции, такие уроки в игровой форме дети воспринимают легче. Викторины, ростовые куклы, веселые старты. Подобные мероприятия в нашем городе уже стали традиционными. Дети в игровой форме отвечают на вопросы и после этого уже получают небольшие, но полезные подарки, такие как плакатик с расписанием уроков. Но в то же время там есть дорожные знаки и правила дорожного движения, где и как надо переходить в проезжую часть. А в игровой форме, вот ростовые куклы от теле 7, естественно, у них это в памяти как бы сильнее откладывается и более долго будет сохраняться в памяти. И наглядный пример остается. Такие уроки для малышей сейчас актуальны, как никогда. Начало осени – самое опасное время для юных пешеходов. Количество аварий с участием детей в сентябре заметно увеличивается. За 9 месяцев этого года в Саратове уже пострадало на 8 школьников больше, чем за тот же период прошлого. Екатерина Молчанская, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.